Денис Дмитриевич, здравствуйте! Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на Котловской земле, поэтому первый вопрос, естественно, о том, успели ли вы что-то посмотреть в нашем городе и какое впечатление о нем создалось? Честно скажу, я ничего не успел. Решили не врать. Дело в том, что мы даже кинули клич в соцсетях, что ребята, мы приезжаем, дайте какой-нибудь нам совет, куда пойти посмотреть, что... И как-то так надо сказать, что социальные сети не отреагировали. То есть обратно реакции не было. Почему? Потому что администраторы не пропустили наше сообщение, и мы поняли, что здесь самые суровые администраторы какие-то в какие-то социальных сетях. Ну, мы будем заверить, люди очень добродушные, по крайней мере, это отмечают все артисты, актеры, кто приезжает в наш город. Тогда все-таки обратимся к творчеству. Денис, в этом спектакле вы один из главных героев, Денис, но при этом еще являетесь и продюсером этого спектакля. Вот чем обоснован этот выбор? То есть это первый ваш опыт продюсерства, или у вас есть серия спектаклей, по какому принципу выбираете? Обстоятельства. Жизненные обстоятельства. Случаи. Подтолкнули меня из случаев к тому, что я стал продюсером. Вот на сегодняшний момент это так. А сколько уже тогда у вас спектаклей продюсируете? Два. Один спектакль, который мы сегодня играем на котловской земле. Двое близкие, читая текилы. Нет, мы не на земле, мы на сцене играем. Не путайте зрителей. Это не какой-то, значит, современный перформанс. И другой спектакль «Ты будешь мой». А по какому принципу отбираете? То, что вам нравится, то, что близко к душе? Конечно. А как еще можно по-другому выбирать? То, что нравится, то и выбирается. Дмитрий, а вы говорили о том, что в одном из интервью, что вы не сразу стали актером, что вы где-то даже и торговали. Нет. В четвертом классе школы родители привели в театр-студию на Красной Пресне. Так что я сразу стал актером, это была мечта моего детства, но потом были 80-е и 90-е, про которые мы теперь все не очень любим вспоминать. Ну, рыбу грузили. То есть было и такое в 90-е, поэтому сложно говорить. Мечтали ли мы? Я, может быть, там с детства не мечтал, конечно, стать номер актером, да, но... Тебя, наверное, предупредили, как все будет, а меня нет. Обстоятельства закрутили, что вот он, здесь артист, матрос. Мы очень рады этому. Вот, казалось бы, ситуация, которая разворачивается в пьесе, она достаточно, ну, на мой взгляд, неприятная, да, поскольку присутствует там жена, любовник и супруг, но, с другой стороны, для жизни она банальная. То есть любовный треугольник. Тем не менее, подача, вот насколько, опять же, я знаю, да, смотрела и анонсы, вы смогли подать это смешно, интересно. То есть вообще это нужно видеть вдвоем. Знаете, банально это, когда вы смотрите что-то по телевизору. А когда вы входите в спальню, а там ваш муж с другой женщиной, вся банальность куда-то улетучивается. Насколько я знаю, вы в лифте, или в конце вы все-таки зайдете в эту спальню и увидите. Вот, вот, заинтригуем зрителя, да. Здесь вот надо уже, мне кажется, вам посмотреть, прийти на спектакль и посмотреть. Ну, мы-то обязательно посмотрим, тем не менее. Ну, по сути, для любой семьи ведь это драма. Драму жизненную с текилой встречали? Нет. Попробуйте. Видите, очень интересно. Потому что по теории театра, на самом деле, по теории театра, комедия это драма. Ну, то есть это вид драмы, на самом деле. Сложный вид драмы. Потому что смешить значительно тяжелее, чем не смешить, выдавить слезу. Вот, я как раз и хотела сказать о том, что вы вдвоем практически два часа на сцене. Насколько сложно, при этом надо действительно смешить. Насколько сложно удержать зрителя так, чтобы он от начала и до самого конца был ваш, да, был полностью погружен в спектакль. Через 15 минут от начала спектакля мы оба уже насквозь мокрые. Вот я вам честно скажу, мне не нравится, о чем вы здесь оба разговариваете. Я скажу так вам, мы, это драматический спектакль, и мы драматические артисты, и мы являем драматическое искусство. И в наши обязанности не входит смешить. Смешит эстрада, стендап. Перед вами развернется история, которая наверняка вас шокирует. В разнообразных плоскостях и смешного, и грустного, и веселого, и сентиментального, и мелодраматичного. Но типичный отзыв на наш спектакль, что где-то к 40-й минуте у людей начинают болеть лица. Они устают смеяться. Это я тоже как раз знаю, читала. Но это побочка. Мы расскажем вам историю двух мужчин об их кризисе и так далее и тому подобное. Этот гомерический смех, который на самом деле нам часто мешает продолжать действия. Ничего такой, да, какой пендреж звучит? Это, в общем, побочный эффект на самом деле. Наш спектакль в первую очередь захватывающий, интересный. И это, правда, мэджик драматического театра, когда здесь перед вами два человека рождают жизнь. Да, но это история, которая действительно имеет такие, знаете, грани абсолютно разные. В этой двухчасовой истории здесь есть о чем задуматься. Да, вот как раз мой следующий вопрос. Несмотря на то, что, казалось бы, да, это комедия, действительно есть над чем задуматься. И насколько, опять же, я знаю, что есть даже какой-то положительный опыт тех людей, которые посмотрели ваш спектакль и потом приняли в жизни какие-то там, ну, повлияло, так скажем, на их решение. Было такое или это тоже выдумка? Нет, у меня лично моя знакомая пришла на спектакль, потом пришла на другой спектакль, на следующий спектакль пришла уже с мужем. Он посмотрел, утром собрался, собрал чемодан, вещи и уехал в командировку. Мне звонит подруга и говорит, все, нет моих сил, я развожусь, это не жизнь, так нельзя. Возвращается, открывает звонок в двери, открывает дверку и стоит муж с букетом огромным. Слушай, я несколько раз слышал историю, и наконец-то до меня дошло. И тебе звонит эта подруга, у тебя это треугольник, что ли, был? На этом основан сценарий пьесы, нет? Не он лег в основу. Нет, здесь нужно, мы должны, конечно, спеть дифирамбы и отдать должное режиссеру спектакля. Игоря Укасилова, который просто чудесный комедиограф, который сочинил эту действительно очень смешную, очень по-настоящему динамичную, скрометную структуру спектакля. Авторы написали, Ольга Степнова и Игорь поставил. Игорь сделал нам, как артистам, огромный подарок, дав нам вот эти рисунки. Это бенефисный спектакль двух актеров. Как мне кажется, каждый актер, так же, наверное, как и журналист, должен уметь импровизировать, потому что ситуация бывает разная, да, там, в прямом эфире, у вас на сцене, я не беру кинематографию, потому что там все-таки дубль за дублем. Вот, случайно, если в вашей ситуации именно на сцене какие-то такие моменты, когда приходилось вот включать, что там, я не знаю, импровизацию, обаяние, умство... Это сейчас на полчаса рассказов, на самом деле. Потому что это уникальный случай, что буквально вот три падуги, вот люстра, два артиста, немного реквизита, но были такие эпические накладки. Давай, ты рассказываешь первую про Питер, да? Да, у нас в Санкт-Петербурге мы играем, и у нас падает лифт. Сначала одна сторона, потом через 10 минут вторая сторона. Мы оказываемся просто голыми на сцене, но вот то, что вы говорите как раз об импровизации, потом еще долго нам писали... Это было не так сначала, упала одна стена, а зритель, ясное дело, он... Ну что, вы что-то будете делать? Мы ра-та-та-ра-та-та аплодисменты, играем еще пять минут, падает еще одна стенка. И они такие, ну что теперь? И мы опять ра-та-та-та, и ра-та-та, и все нормально. До такой степени, что потом нам еще много писали про просьбу, чтобы еще раз упал лифт. Да, да. Повторите, пожалуйста, импровизацию. И, кстати, теперь у нас вообще в спектакле есть целый кусок, который посвящен просто импровизации, общению со зрителями. Отлично. Я думаю, что зрители это всегда любят. Про накладки, это вот последний уникальный случай, я надеюсь, что, боженька, услышь меня. Я произношу такую фразу, мы готовимся к спектаклю, я говорю, Денис, мне кажется, с нами уже все, что возможно, приключилось в этом спектакле, именно накладок. Ну что еще может случиться? Мы начинаем играть в спектакль, а там мы, соответственно, распиваем текилу, не будем делать из этого секрет. И уже к финалу спектакля я достаю бутылку, начинаю наливать и чувствую, что-то у меня руки мокрые. Я смотрю на бутылку и в стеклянной бутылке, размером с горошинку, горошинку, маленькая дырочка в стеклянной бутылке, как она могла получиться, из которой вот так вот струйка течет, вот, да, ну, как бы псевдо-текила. Ну и, конечно, в зале, ну и что вы сейчас будете делать? И что же вы сделали? Первые они засмеялись зале, а не просто. Да, это был такой момент спектакля, что уже могло, ну, то есть к этому моменту спектакля может случиться все, что угодно, зритель. Уже с нами. А были ли вы уже в Архангельской области по морю? Вот в этом году наша область отмечает 80 лет. Что-то успели побывать? Или Котлас это первый город, вот, за вашу... В Архангельской области мы были буквально весной, мы приезжали со спектаклем «Двое в лифте, не считая текилы». У нас был тур, четыре города, мы проехали, и сейчас вот приехали сюда, доехали до Котласа. То есть что такое поморы, вы, в принципе, должны знать. Ой, да, знаем. Вот поэтому, вот, вы знаете своего зрителя. Вот зритель мегаполиса и зритель небольших, вот, ну, так скажем, северных городов, малых городов нашей России, они отличаются друг от друга? Ну, в принципе, зрители каждого города отличаются. Независимо, да? Да, абсолютно, независимо от того, что мы, зрители, можем почувствовать по началу спектакля, но наша задача их довести до общего состояния, да, такого, что всем хорошо, да, у всех позитивное настроение, все улыбаются. Но, конечно, бывает, зритель тяжелый, который, например, там люди пришли с завода, да, и вот они пришли на спектакль, и, как бы, они очень напряженно, потом еще есть такой момент, когда привозят некачественный продукт, привозят некачественные спектакли, обманывают зрителя, да, и получается, соответственно, ну-ка, сейчас, а что это у нас здесь будет? Поэтому в последнее время зритель стал более требовательным к антрепризе, поскольку люди иной раз вынуждены выбирать между... Пойти купить продуктов. Продукт, ну, я не говорю, что так все драматично, между какими-то покупками и каким-то бюджетом и походом в театр, и выделять эти средства для того, чтобы это... Поэтому мы это чувствуем, всегда это запрос, он существует. Раньше он был не так силен, то есть зрители прощали актерскую халтуру и многое другое, сейчас этого нет. А мы им безумно благодарны, мы же существуем, и все это существует ровно по той причине, потому что они пришли в кассу, проголосовали рублем за то, чтобы сегодня вечером в Котласе посмотреть на Матросова и на Орлова, и поэтому... Приятно, что встречаете нас. И поэтому у нас всегда есть это, мы с этого начинаем. Аншлага, приятно, что был в зале. Поддержите ли вы бы ту мысль о том, что сейчас киноиндустрия, она все-таки быстро, стремительно развивается, и, как некоторые говорят, вытесняет театры? Вот согласны ли вы с этим? Если да, то что нужно сделать для того, чтобы все-таки вернуть театр в массы? Ведь раньше было делом честь, поход в театр, это целое событие. Нет, существует искусство, существует общение, существует человек. Вот, экран это все-таки ткань. Это бесспорно. Я не говорю о преимуществах киноиндустрии. Я как раз, наоборот, переживаю за то, чтобы эта киноиндустрия, которая, опять же, по финансовым, как сказали вы, Дмитрий, гораздо проще сесть у экрана телевизора, например, не платить деньги, чтобы она не вытеснила настоящее искусство. То, которое творится вот как раз на сцене. Послушайте, вы сейчас говорите с артистами. Артисты, они должны играть, они не могут быть такими умными, как и на такие умные вопросы отвечать. Это сложный вопрос. Сейчас в России засилие так называемого постдраматургического театра в столичных театрах, там все увлечены экспериментами, с одной стороны, непонятными простому зрителю. Но то есть даже если бы были бы технические и материальные возможности, и к вам бы сюда приехали лучшие постановки Москвы, то я думаю, что к середине первого акта здесь был бы пустой зал, потому что это было просто неприемлемо, непонятно и так далее и тому подобное. Поскольку кино, массовое кино, оно существует в зоне нормальной драматургии, нормальных человеческих отношений, нормальных поведенческих стратегий, оно, конечно же, более приемлемо. Ну и вот тот театр, который мы проповедуем и практикуем, он тоже, мне кажется, всегда был востребован и всегда будет востребован. Дай бог, чтобы так и было. Поэтому я желаю, чтобы вас с аншлагом, как вы сказали, встречали не только в нашем городе, в Котласе, это южный город Архангельской области, но и всех последующих городах, куда вы отправитесь. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо огромное.